МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все силы брошены на уборку снега. Я 13 лет работаю, такого не было. Сегодня на борьбу со снежным коллапсом вышли и работники из полкома. Двухметровая льдина на доме. Я вообще в шоке, конечно, такая большая, она же вообще убить может. Ну, это ЖКХ, у нас ЖКХ только начислять умеет, а сосоки вон чистит, начисит. Опасность, которая подстерегает жителей Тукая-32. Культура, спорт, молодежная политика, инклюзия и здравоохранение. В моих мечтах я вижу, что в Нижнекамске надо открыть такой гуртицентр. Идеи развития этих сфер были озвучены сегодня в ходе диалога с властью. Три месяца на подачу декларации. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Я в конкурсе с отчетом. Налоговая инспекция призывает жителей города отчитаться о доходах. Об этом и не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости. В студии Вера Вирц. Здравствуйте. Наемная техника и круглосуточная работа коммунальщиков на борьбу со снегом в городе брошены все силы. Однако рекордные снегопады делают свое дело. Ситуация на дорогах не радует. Это зимой дворникам и трактористам как никогда дружно помогают обычные горожане и сотрудники почти всех сфер деятельности. Сегодня на борьбу со снежным коллапсом вышли работники исполкома и лично Рамиль Мулин. О-о-о. Ну я 13 лет работаю, такого не было. За 13 лет такого не помню. Но все равно на снег Елена Романова не жалуется. Зима должна быть такой, убеждена женщина. Хоть и приходится разгребать сугробы почти весь день. Сколько положено, столько и работаем. Маленько порой задерживаемся, ничего страшного. Для себя делаем. Жильцы молодцы в этом году. Все жильцы молодцы. Все очень дружно помогают. Ну, как бы, никто не отлынивает от работы. Все понимают, что Нижнегамск, родной город, все помогают. Помогают коммунальщикам и работники исполкома. Сегодня их силами было расчищено от снега семь точек города. В основном убирали пешеходные дорожки и подъезды к остановочным павильонам. С хорошим, позитивным настроением убираем снег, помогаем городу расчищаться. Орудовал лопатой сегодня и Рамиль Мулин. Городоначальник мониторит ситуацию на дорогах круглосуточно. Сложностей много. Нехватка кадров, техники, средств. На содержание дорожной сети выделяется 11 рублей на квадратный метр. То есть, с одной стороны, это как бы много, когда на все умножаешь, но это в течение года, это сумма. На это деньги надо и чистить, и косить, и убираться, и пылесосить. То есть, в течение года, вот даже по нашим нормативам, получается, это в лучшем случае, три раза пройти с КДМками в месяц. А тут надо в день три раза КДМками проходить. Поэтому, к сожалению, вот того тарифа, который сегодня выделяется, его недостаточно. Поэтому мы приняли решение за счет резервного вонда выделить. Вот первые 10 миллионов ушло. Сейчас еще дополнительно 3 миллиона выделили. Это вот и как раз на то, чтобы нанять специальную технику, наемную технику, для того, чтобы максимально вывозить снег с территории, прилегающей к остановкам, к общественным пространствам, заездам в бюджетные учреждения. Дополнительные средства, наемная техника, круглосуточная работа коммунальщиков. Все это в противовес снегопадам, которые обрушились на Татарстан. И если верить синоптикам, это еще не все сюрпризы нынешней зимы. Анастасия Шакирова, Александр Лихачев, Новости НТР. Жителям Нижнекамска показали, как идет работа по вывозу снега на проспекте Химиков в ночное время. Видео опубликовал руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов. Также он рассказал, что в дневную смену специалисты перейдут на проспект Шинников. И отметил, что в городе усилятся работы по внутриквартальным дорогам. В заключении руководитель исполкома поблагодарил всех работников за их труд. Техническая готовность участка автодороги М7 в обход Нижнекамска и набережных Челнов достигла 45%. Строительство моста через Каму выполнено на 47%. Об этом сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков на совещании с Раисом Татарстана. Начальник Волга-Вятскупроавтодора Ильдар Мингазов добавил, что земляные работы почти завершены, а основание дорожной одежды выполнено на 65%. Питерская беда добралась до Нижнекамска. Огромные сосульки свисают почти с каждого дома. В основном их можно увидеть в старых районах города на пятиэтажках. К примеру, на Тукая-32 двухметровая льдина уже достигла окон четвертого этажа. Сорваться вниз она может в любую минуту. Вера Муратова продолжит. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. В нашем случае на голову прохожим может рухнуть огромная сосулька. Льдину прохожие замечают издалека и ужасаются, ведь и ее длина достигла двух метров. Пойдет кому-нибудь, да? Конечно, это похоже. Очень опаснее для детей. Вот так пойдут, упадет сразу на смерть. По словам жильцов, эта ледяная глыба появилась на углу дома около двух недель назад. Коммунальщиков никто за это время не видел. Устранить проблему предложили собственницы, которая живет на пятом этаже. Они просили, чтобы мы сбили, но я не буду сбивать, потому что мы на пятом этаже живем. А, это вы на нее смотрите? Да. Потому что если вдруг здесь машина припаркована бывает, или окно отлетит, мы не стали рисковать. А это уже у нас давно. Вот эти дома сбивали, а до нас просто не дошли. Ответственность, в свою очередь, рапортует. Борьба с осульками ведется в ежедневном режиме. Борка наледей снега с крыш по данным адресам производилась на прошлой неделе. Сегодня после обеда планируется повторная чистка. Ежедневно сотрудники управляющей компании очищают дома от скопившегося снега и льда. В первую очередь, это касается аварийных домов. И такая ситуация не только на Тукая-32. Крыши пятиэтажек в городе усыпаны сосульками разных размеров. При падении с высоты даже маленькая льдина может причинить здоровью непоправимый вред. Поэтому нижнекамцы срочно требуют убрать все сосульки-убийцы. Мы уже, думаю, на голову падут. Это же вообще невыносимо. Вот наши сильные сосульки. Везде, везде, везде. Каждый подъезд. Я вообще в шоке, конечно, такая большая. Она же вообще убить может. Но это ЖКХ, у нас ЖКХ только начислять умеет. А сосульки вон чистить не чистят. Здесь все равно и дети бегают. Здесь же полно детей маленьких. Вот не дай бог, это же все сразу. Моментальная смерть. Не дай бог, конечно. Красивые сосульки везде висят. Ну, опасно. Вон вообще опасно. Он еще на голову свалится и все. Нет, надо вовремя убирать. Убирать надо. Это же опасно. Ладно, еще взрослые более-менее так идут. А если дети начнут играть, вот сюда идут. Это же опасно. Опасны также вот такие снежные шапки. Слой снега очень плотный. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни потепление не обещают. Будут держаться морозы. Погода дает время коммунальным службам на то, чтобы успеть ликвидировать потенциальную опасность. Нижнекамцам же, выходя из дома, лучше держать руку на пульсе и всегда смотреть в оба. Вера Муратова, Александр Лихачев, Новости НТР. Я напоминаю, что для вашего удобства медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР24.ру. Он, как и на телеэкранах, начинается в 19.00. Там же ведется круглосуточное обещание телеканала Татарстан24. Курьер, который помогал мошенникам, задержан 22-летний житель набережных Челнов, появлялся на пороге квартир пожилых нижнекамцев сразу после звонка телефонных аферистов. В полицию обратились два пенсионера, которые пытались спасти своих родных, якобы попавших в ДТП. Схема обмана старая, но работает до сих пор. Жертвы следовали инструкциям злодеев, заворачивали свои сбережения в полотенце и передавали курьеру. Таким образом, 70-летний заявитель отдал 320 тысяч, а 84-летняя потерпевшая – 155. С каждой суммы подельник оставлял себе 2,5%. Остальное переводил своим работодателям. Непыльную работу задержанный нашел в одном из мессенджеров. Фигурант прекрасно знал, что его деятельность неправомерна. А теперь ему придется ответить по букве закона. По данным фактам, возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотрено статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Пожелал скорейшего выздоровления и возвращения в строй. В Рио министра внутренних дел по республике Татарстан Алексей Соколов посетил полицейских, которые получили ножевые ранения 1 февраля на автостоянке у здания МВД. Напомним, что на стражей порядка напал 24-летний нишникамец. Он нанес двум полицейским несколько ударов ножом по разным частям тела. Потерпевшие сейчас проходят лечение в республиканской клинической больнице. Культура, спорт, молодежная политика, инклюзия и здравоохранение. Развитие этих направлений обсудили в рамках встречи «Диалог с властью». Каждый из представителей сфер предложил свои идеи по их улучшению. Какие планы озвучили, расскажет Анжелика Степанова. Если взрослые с уважением будут относиться к людям с повышенными потребностями, то и подрастающее поколение, глядя на взрослых, будет поступать так же. Делать больше добрых дел. Более трех тысяч детей с ОВЗ, треть из которых имеют инвалидность. Именно столько проживают в Нижнекамском районе на данный момент. Поддерживать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогают сразу несколько организаций. Это школа-интернат «Надежда», арт-кластер «Рубаха», общество диабетиков, благотворительный фонд помощи детям с онкологией «Сила единства». Также создана команда по слэдж-хоккею. А в агропромышленном колледже открыто отделение по работе с подростками с ОВЗ, где они обучаются различным профессиям. Взрослые, мужественные люди тоже не остаются без поддержки. Для этого существует общество слепых и организация онковоздоравливающих в Эсберге. В моих мечтах я вижу, что в Нижнекамске надо открыть такой мультицентр. В этом мультицентре смогут проживать люди с инвалидностью, за год получить профессию и также реализовать себя именно в трудовой деятельности. Я вижу развитие вот этого мультицентра именно через трудовую деятельность, через трудовую занятость. Даже люди, которые не могут поверить в свои силы, они найдут именно свое направление там, и через трудовую занятость они будут социализированы. Совершенствуется в Нижнекамске сфера молодежной политики. Сейчас много внимания уделяют волонтерству, развитию круглогодичных и летних пришкольных детских лагерей, проводят мероприятия для работающей молодежи. В мечтах открыть несколько многофункциональных центров для креативных, спортивных и интеллектуальных подростков, а также изменить модель работы дворовых клубов. Они станут мультиформатными центрами нравственного воспитания. Помимо того, что там будет и воспитание детей, какие-то конкурсы, какие-то мастер-классы, что это будет и музейная мастерская, это будет центр изучения каких-то экологических и биологических процессов, это будет профориентация до школьников и школьников в любом случае, и, конечно же, это будет антикризисный центр для решения проблем молодежи. Потому что, опять же, когда заходишь в социальные сети, мы всегда видим, что есть какие-то вопросы, они не доходят порой до нас, но здесь может молодежь приходить и эти вопросы со специалистами, с психологами закрывать, и, соответственно, мы сможем помочь населению в таком ключе. Если говорить о культуре, то в Нижнекамске продолжает свою работу театр юного зрителя. Отремонтированы две музыкальные школы и профильный колледж. Введены в эксплуатацию Центр креативных индустрий «База» и первая модельная библиотека в селе Шереметьевка, где есть доступ к нескольким читательским онлайн-ресурсам. Дальнейшие планы еще масштабнее. Построить музей боевой славы, реконструировать усадьбу Стахеевых и музей строителей, а также открыть Центр национальных культур Нардуган. Еще одна большая мечта – многофункциональный комплекс. Нижнекамск – большой промышленный город. Представляет собой большую научно-образовательную площадку. Но, к сожалению, он не имеет своего настоящего достойного центра для проведения семинаров, форумов, выставок. Открытие нового многофункционального комплекса будет прорывом для нашего города. Культурно-выставочный центр станет местом распространения знаний и передовых технологий в разных сферах жизнедеятельности, уникальной средой для интеллектуального и культурного развития жителей. Спортивная жизнь Нижнекамска также требует развития. В прошлом году завершилось строительство Танека-арены и ремонт факела. В этом горожанам станут доступны база «Алмаш» и спорткомплекс «Дружба». Огромные возможности у территории на улице Лесная. Там вполне могут разместиться лыжная и роллерная трасса, картинг-центр для авто- и мотоспорта, трибуны, освещение, зона проката. Вдобавок следует реконструировать конно-спортивную школу. Все это поможет к 2030 году повысить численность спортивного населения до 70%. Сейчас же этот показатель равен 62%. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. Три месяца на подачу декларации. Налоговая инспекция призывает жителей города отчитаться за доходы. Сделать это нужно до 2 мая. А сама процедура довольно проста. Самый частый вид дохода граждан – это продажа недвижимости или автомобиля. А если они в собственности не более 3-5 лет, за них необходимо оплатить налог 13%. О том, как это можно сделать, в материале – далее. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам пришла с отчетом. Зульха Севезьянова недавно продала машину и недвижимость. Одним из первых шагов, которые она сделала после сделки, пришла отчитаться об этом в налогу инспекцию. Женщины-предприниматели прекрасно понимают, с деньгами нужно обращаться аккуратно. Это, знаете, просто в порядочности, я думаю, и спокойствие, что ли, когда вовремя заплачешь и независимо ни от кого, и вроде живешь спокойно, и спишь спокойно. Мне кажется, так, с моей стороны, вот такие понятия у меня. Продажа машины, квартиры, ценных бумаг, предоставление услуг, сдача жилья в аренду – все это доход, о котором гражданин обязан отчитаться в налоговую службу, заполнив декларацию по форме 3НДФЛ и представить ее в налоговый орган по месту учета до 2 мая 2024 года. А оплату произвести до 15 июня. В случае непредставления декларации по форме 3НДФЛ по полученным доходам от продажи недвижимого имущества, налоговые органы самостоятельно исчислят налог на доходы физических лиц, исходя из имеющейся у них информации без учета понесенных расходов. Предельный срок подачи декларации 2 мая не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. Со следующего года по расходам, произведенным в 2024 году, можно будет получать социальные налоговые вычеты в упрощенном порядке без предоставления декларации по форме 3НДФЛ. Введены унифицированные справки об оплате услуг, которые подтверждают фактические расходы на лечение, обучение, страхование и фитнес. По заявлению налогоплательщика организации и индивидуальные предприниматели должны будут направить справки об оплате услуг налоговый орган в электронном виде. Алмаз Кашайфер, Фавер Акипов, Новости НТР. Принять участие и вы для этого нужно навести смартфон на QR-код, указанный на экране. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. В этом году священный месяц Рамадан начинается 11 марта. Мусульмане будут держать строгий пост, по завершению которого 11 апреля отметят праздник Ураза-Байрам. Соответственно, время проведения окончания хаджа праздника Курбан-Байрам придется на 16 июня. Его проводят через 70 дней после завершения месяца Рамадан. Нижнекамский нефтехимик сегодня дома проводит важнейший матч в борьбе за место в плей-офф. В рамках регулярного чемпионата КХЛ волки встретятся с командой Сибири из Новосибирска. Утренняя тренировка нижнеканцев была открыта для прессы. На раскатке команды побывал Александр Халин. Важнейший матч сезона, по-другому, наверное, и не скажешь. Сегодня нижнекамский нефтехимик проводит встречу против Сибири из Новосибирска. Встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ. И матч представляется очень любопытным, очень интересным. С той точки зрения, что обе команды сейчас ведут ожесточенную борьбу за зону плей-офф. Турнирная таблица Восточной конференции достаточно плотная. Разница между командами составляет где-то одно, где-то два очка. Нижнекамцы на данную минуту находятся на девятой строчке. На одно очко их опережает Амур из Хабаровска. Ну а на десятом месте как раз-таки преследователи Сибири из Новосибирска, у которых на данную минуту 58 баллов. В общем, плотность невероятно высокая. И, конечно, каждое очко, особенно в матчах друг против друга, ну просто, наверное, ценнее золота. И поэтому сегодня, конечно, ожидается просто невероятная такая хоккейная заруба. И нижнекамцы полностью, я думаю, к этому матчу готовы. Ну вот перед началом раскатки, да, сейчас мы присутствуем на утренней тренировке. Хорошее настроение у ребят было несколько дней таких выходных, да. Ну понятно, что никто дома не сидел, все ребята тренировались, готовились. Но, тем не менее, успели немножечко так выдохнуть. И сегодня уже с таким хорошим настроением, действительно, рабочим появлялись на льду. В принципе, были улыбки, да, но были и лица такие сосредоточенные. И все внимание, вся концентрация, конечно, на сегодняшний матч. Ожидается аншлаг в нефтехимарене. Сегодня матч болельщиков, да, как его назвало руководство нашей хоккейной команды. Все, что будет происходить в чаше Ледового дворца, все придумали сами болельщики. Они писали комментарии, да, писали какие-то сообщения в группу хоккейного клуба нефтехимик с предложениями, как можно эту игру провести. Еще одна интересная деталь, которая связана с этим матчем. Сегодня в Нижнекамск, точнее, вчера вечером, да, в Нижнекамск приехала такая внушительная армия представителей СМИ, крупнейших федеральных, региональных изданий. Здесь и журналист издания All Hockey. Здесь и Роман Габдрафиков, да, известный хоккейный блогер. Роман с хоккеем. Канал у него свой. Также присутствуют республиканские издания, да, такие как Бизнес Онлайн. В общем, 9 человек, 9 известных журналистов тоже, да, будут сегодня на игре присутствовать, будут следить за этим матчем. Ну, а почему все это, я, в принципе, уже объяснил, да, просто невероятная борьба за зону плей-офф. Впереди еще. Ну, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. У нашей команды еще 8 матчей, и вот за эти 8 матчей очки терять ни в коем случае нельзя. В общем, вот так вот интересно сегодня здесь будет под сводами нефтехимарены. И, конечно, если остается у вас время, если есть возможность, конечно, приходите поддержать нашу любимую команду. Ну, или поддерживайте ее по телевизору. Александр Халин, специально для НТР. Специи, текстиль, косметика и, конечно, фирменные чаи больше 100 сортов. Все это из натуральных продуктов и прямиком из самой густо населенной страны. В Нижнекамске работает индийская ярмарка. Только здесь можно найти, например, настоящий рис басмати, покрывало и одежду из натурального хлопка. Последние два дня дополнительные скидки на все товары. На миг окунуться в атмосферу солнечной Индии. Заодно и прикупив что-нибудь полезное. На индийской ярмарке представлен большой выбор постельного белья и другого текстиля. Все из натурального хлопка. Тут же бросаются в глаза и полные прилавки чая. Только здесь его более 100 сортов и видов. Эта страна славится качеством напитка. Это в самом Индии все чай растет и качество очень хорошее. Рис, у нас басмати, который нигде не растет, только в Индии растет. И они такие вкусные пахнут. Будете готовить, все квартиры будут запах дать. И также у нас кофе тоже есть натуральный. Зубная паста из натуральных ингредиентов. Шампунь и душистое мыло. Индия богата натуральной косметикой и средствами ухода за собой. Айурведическая продукция, смотрите, которая создана только на травах и на экстрактах. Кайла-живан, например. То есть заживляющие действия, антисептическая, антибактериально-противоспалительная. То есть борется не только с кожными проблемами, но еще можно и внутрь. То есть внутрь это для желудка хорошо, кишечник, когда горло болит. Яркие, приятные тело рубашки, сари и другая национальная одежда Индии. Все это здесь тоже есть, причем из натурального стопроцентного хлопка. Бруска посмотрела, интересная. Так, нормально, хорошо. Для нас интересно. Необычно. Индийская ярмарка – место, где можно найти уникальные вещи для себя и на подарок близким. Она расположилась на первом этаже торгового центра «Эссен». Работает каждый день с 10 до 8 вечера. В городе пробудет до 11 февраля. Алман Скашаев, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. А на сегодня это все. Далее информация о погоде на ближайшие дни. Я же с вами прощаюсь. Позитивных вам выходных. В субботу 10 февраля в Нижнекамске синоптики прогнозируют небольшой снег. Температура воздуха днем составит минус 16 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В воскресенье погода останется без существенных изменений. Субтитры создавал DimaTorzok